Симптом провала почему экс-генсек НАТО и советник Порошенко заявил об угрозе вторжения РФ в Белоруссию 21 февраля 2019 года, 19-18 Александр Бавдунов, Алена Медведева Бывший генсек НАТО Андерс Фокрос Мусен, который сейчас занимает пост советника президента Украины Петра Порошенко, заявил, что опасается российского вторжения в Белоруссию По его словам, единственное, что может предотвратить такой сценарий, это немедленные демократические реформы в республике Эксперты отмечают, что подобная аргументация свидетельствует о непонимании экс-генсеком НАТО ни ситуации в Белоруссии, ни отношении Москвы и Минска Зато она может подкрепить доводы нынешних киевских властей в пользу курса на вступление в Североатлантический альянс, подчеркивают политологи Бывший генсек НАТО и экс-премьер Дании Андерс Фокрос Мусен, который с мая 2016 года занимает пост внештатного советника президента Украины, в интервью изданию Лига.нет заявил, что Белоруссию якобы ждет вторжение российских войск и оккупация, если только Минск не свернет на путь демократии Ключевой риск – это повторение в Белоруссии украинского сценария с войной и аннексией Эту страну ожидает такой сценарий, если она не начнет реформироваться Мой совет белорусскому народу и руководству страны, чтобы уберечься от агрессии россиян, нужно начать реформы, ведущие к демократии и свободе Только это обеспечит защиту от российской агрессии, сказал Росмусин Свою точку зрения он обосновал тем, что Владимир Путин ранее якобы утверждал, что Белоруссия должна быть включена в большое русское государство, как Крымский полуостров По словам советника Порошенко, он хотел бы, чтобы Белоруссия получала больше помощи от Запада, но для этого нужно начать реформы в стране Да, он не хочет реформировать страну Но также Лукашенко не желает жить под гнетом Путина Ему нужно выбрать, или реформы, или постоянный гнет россиян, уверен бывший генсек НАТО Симптом провала Как отмечают эксперты, фраза, которую Росмусин приписал российскому президенту, никогда не имела места А когда Путин в последний раз касался темы отношения Москвы и Минска, в послании Федеральному собранию, он говорил о более тесной координации политики двух государств Считаем правильным активно углублять взаимодействие в рамках союзного государства России и Белоруссии, включая более тесную координацию во внешнеполитической сфере, в экономике, отметил президент Ранее на совместной пресс-конференции по итогам переговоров в Сочи 15 февраля президенты России и Белоруссии также заявили, что готовы и дальше продолжать интеграционное взаимодействие двух стран Заявление Росмусена Это симптом провала западных технологий в отношении Белоруссии, отметил доцент МГИМО Кирилл Кокташ По словам собеседника РТ, западные политики вынуждены сами делать алармистские заявления, которые они хотели бы услышать из Минска, а призыв демократическими реформами предотвратить российское вторжение и вовсе ставит под вопрос адекватность восприятия Белоруссии на Западе Сценарий, который описывает бывший генсек НАТО, абсолютно исключен Отношения Белоруссии и России скреплены многовековой дружбой Базируются они и на взаимном разделении труда Нам очень сложно ссориться, если мы являемся звеньями одной производственной цепочки, очень дорого получается Наконец, любое применение военной силы абсолютно бессмысленно Все спорные вопросы российско-белорусских отношений решаются так, что в итоге это удовлетворяет обе стороны, подчеркнул Кокташ В свою очередь, министр иностранных дел Белоруссии Владимир Маккей назвал бредом заявление Расмуссена, отказавшись давать по этому поводу более подробный комментарий Как можно комментировать бред каких-то отставных служащих, которые уже давно потеряли связь с реальностью? Отметил Маккей От Бжезинского Кросмуссену отметим, что высказывание Андерсов о Кросмуссена о мифической угрозе войны между Россией и Белоруссией не единственное в своем роде В начале февраля об опасности российского вторжения в Белоруссию высказался другой скандинавский политик Экс-министр иностранных дел Швеции Карл Бильд, входящий сейчас в руководство Европейского Совета по международным отношениям Бильд в своем Twitter поделился статьей Московского центра Карниги на эту тему, отметив, что такой вариант возможен, хотя и проблематичен Собака Чарл Билд, 1 февраля 2019 года, 29 января 2019 года о том, что Белоруссия находится в списке стран, которые может дестабилизировать Россию заявил американский исследовательский центр также по теме В орбите влияния, ЕС выделит около 4 миллионов на содействие гражданскому обществу Белоруссии Евросоюз выделит около 4 миллионов на развитие гражданского общества Белоруссии в 2019 году Об этом говорится в тендере Еврокомиссии Осенью 2017-го о возможной оккупации россиянами Белоруссии под видом учений Запад-2017 сообщали западные СМИ Последние несколько лет эта тема с завидной периодичностью также всплывает в украинском сегменте интернета Озвучивают ее и белорусские оппозиционеры, например, бывший кандидат в президенты Николай Статкевич В 2014 году финансируемый Польшей белорусский оппозиционный канал БелСад со ссылкой на польских экспертов рассказывал что Россия якобы может атаковать Польшу с белорусского направления и что к 2028 году независимой Белоруссии может уже не быть В том же 2014 о том, что над незащищенной членством в НАТО Белоруссии нависла угроза российского вторжения заявлял ныне покойный американский геополитик польского происхождения Збигнев-Бжезинский А в 2016 году неконсервативный американский институт предпринимательства предупреждал об опасности агрессии России не только против Белоруссии, но и против Казахстана Эта тема озвучивается в контексте конфронтационной повестки, которая сейчас существует между Россией и Евроатлантическим лагерем Это не первое заявление такого рода и не последнее Цель – отпугнуть близких союзников от Москвы После 2014 года такого рода заявления делаются чуть ли не еженедельно Когда мы проводили вместе с россиянами учения, была вообще истерика в западном лагере Однако ничего страшного не произошло, отметил в беседе С.А.Т. Белорусский политолог, директор Центра актуальной концепции Александр Шпаковский Терапия для украинцев По мнению Кирилла Коктыша, скорее всего, главным адресатом высказывания бывшего генсека НАТО и нынешнего внештатного советника Петра Порошенко является украинская аудитория Заявление вписывается в предвыборную кампанию Петра Порошенко, отмечает эксперт Так, ранее с подачи украинского президента Верховная Рада закрепила в Конституции страны курс на вступление в ЕС и НАТО Присоединение к Североатлантическому альянсу в качестве приоритетной цели называл и сам Порошенко, анонсируя свое намерение переизбраться на новый президентский срок Заявление Росмусина должно было произвести терапевтический эффект на украинскую аудиторию Убедить их, что НАТО их защищает и они на правильном пути, подчеркивает Кирилл Коктыш При этом, по словам Александра Шпаковского, непонимание о Росмусином ситуации в Белоруссии вполне сочетается с тем восприятием соседней страны, которая в принципе свойственна украинскому политическому пространству Украина является одним из главных застрельщиков и бенефицаров Компании по дискредитации России и производству антироссийского информационного шума в Европе, отмечает эксперт Что касается Белоруссии, то на Украине взаимодействие с республикой воспринимается исключительно в контексте российско-белорусских отношений и всего, что с ними связано То там опасаются некого удара с севера, то пугают нас какой-то российской агрессией, то обещают нам помочь налаживанию отношений с Европой Серьезных заявлений о белорусско-украинских отношениях практически нет, подытожил Шпаковский